в двух словах это конечно не рассказать поэтому у нас такая теоретическая часть достаточно хорошо расписано мы попробуем это все показать наглядно на нашем оборудовании вот что хочется сказать то есть вот эта гипоксическая тренировка в первую очередь она нам нужна для того чтобы подготовить свой организм до к предстоящему к предстоящему попаданию в эту среду то есть с чего мы начнем то есть гипоксические тренировки и основы их основа применения и эффект от них то есть что такое гипоксическая тренировка гипоксическая тренировка она представляет собой метод тренировки основанный на создании низкого содержания кислорода в воздухе то есть этот подход он разделяется на норма барический то есть в нормальном давлении в атмосферном да то есть на уровне моря и гипо барический в условиях высоты то есть там давление снижено то есть чем выше тем она ниже соответственно эти два подхода они принципиально разные то есть принципиально разное воздействие у них одни на уровне моря воздействует другие на высоте значит у этих подходов есть несколько методов то есть первый метод это жить высоко и тренироваться там же высоко то есть этот метод используют в основном альпинисты скайранеры туристы кто ходит высокогорные трекинги и кто готовится готовит свой организм адаптирует его акклиматизирует для того чтобы зайти на вершину эвереста например то есть это обязательно это длительный процесс кровь у нас перестраивать адаптация организма она проходит за 21 день по науке и соответственно чем больше мы находимся в этих условиях тем быстрее организм привыкает к ним и уже чувствует себя на высоте через какое-то время так же как практически так же как на равне второй метод это жить высоко и тренироваться низко этот метод в основном используют профессиональные спортсмены которые выступают на равнине то есть это все практически все виды спорта на выносливость контактные игровые боевые искусства абсолютно все то есть кто с этим сталкивался уже кстати есть из спортсменов кто использовал такую подготовку в своем своей спортивной деятельности здесь есть кто-нибудь то есть этот способ тоже используется для того чтобы адаптировать организм к отсутствию кислорода то есть уезжают это все многодневная история то есть это дорогостоящая история для того чтобы да это сборы в горах то есть вы уезжаете в горы живете ночуете если первый способ это вы приезжаете в гору и там тренируетесь находясь в этих условиях второй способ он еще дополнительно добавляет нам логистику так как мы приезжаем в горы ночуем в горах и нам нужно вниз спускаться на равнину для того чтобы тренироваться на ровне этот способ тоже действительно используется он тоже дает свои плоды то есть как и любая тренировка третий способ это жить высоко тренироваться как низко так и высоко то есть это комбинированный способ его также используют спортсмены для того чтобы адаптироваться опять же и к высоте и для того чтобы вернуться на равнину на соревнования в лучшей своей форме четвертый способ это жить низко на равнине и ездить на тренировке наверх это точно также работает и в горах но и в нашем центре скажем так то есть с использованием оборудования создается искусственная среда со сниженным содержанием кислорода и мы можем не выезжая в гору проводить такие тренировки то есть эти тренировки могут быть на разной высоте моделируется высота от 0 до 6 с половиной тысяч метров но в условиях нормального атмосферного давления то есть тем самым мы снижаем вот это вот агрессивное воздействие высоты на организм то есть вот это вот квадратная голова как правило да и мы называем горная болезнь когда мы приезжаем на высоту сразу начинаем тренироваться ходить если это альпинизм начинаем какие-то вылазки делать наверх спускаемся вниз горная болезнь накрывает голова болит тошнота и так далее вот здесь мы этот процесс практически уменьшаем по практически полностью исчезает только воздействие сниженного содержания кислорода вот далее немножко вернемся в историю создание гипоксических тренировок и вообще понятие гипоксии идея использование этой тренировки использование гипоксии для тренировки и для развития организма она на самом деле уже стара почти сто лет ей даже больше наверное то есть все это началось в начале двадцатого века как правило все у нас начинается в основном с военной сферы то есть начинают испытывать все различные методы приборы способы то есть в основном военные также и тут то есть все свои с военной сферы пошло далее в 60-х годах это начало использоваться в спортивной деятельности как это произошло в 1968 году в мексике проводились олимпийские игры они проводились на высоте 2400 метров и уже во время этой олимпиады спортсмены естественно приезжают туда готовиться заранее они понимали что результаты которые они ожидают они ниже то есть во время тренировки стало тяжелее результаты ухудшились и заметили что после того как они возвращаются домой их результаты наоборот прирастают то есть после этого начали активно использовать выезды в горы в качестве тренировочных мероприятий для того чтобы получить эффект вот это вот супер компенсации когда кровь насыщается кислородом повышается гемоглобин увеличивается количество ретроцитов увеличивается их объем и так далее после этих олимпийских игр они начались применяться по всему миру во всех сферах во всех спортивных сферах из 1990 года начала двухтысячных это активно используется практически в любой сфере сейчас и в спорте особенно в профессиональном спорте потому что это как один из способов легально повысить производительность организма какие бывают виды гипоксических тренировок мы возвращаемся опять к термину норма барическая гипоксическая тренировка то есть что она под самой подразумевает то есть норма оксическая это ой норма барическая это значит нормальное атмосферное давление как на равнине вот то есть это с помощью искусственного создания вот это вот вот этого разреженного воздуха то есть с помощью гипоксикаторов создается воздушная смесь через специальные фильтры кислород задерживается и регулируется в нужной пропорции вот тем самым у нас ну здесь как бы наглядно продемонстрирована таблица в которой написано какое процентное содержание кислорода относится к какой высоте это все приблизительно потому что зависит от температуры от влажности от давления и так далее то есть здесь мы можем просто наглядно регулировать и повышать или опускать высоту искусственно вот значит для чего используют то есть первое это восстановление после тренировок то есть можно подышать в покое или легкие тренировки восстановительные делать в искусственной гипоксии то есть запускается опять же механизм адаптации ко всему этому и вырабатывается иммунитет далее можно использовать также предварительная акклиматизация к высоте к высокогорю то есть что у нас сейчас наталья делает готовится к к высоте 3 к тренировкам и соревнованиям на высоте то есть повышение общего физического состояния и соответственно самое главное это наша выносливость за счет увеличения эритроцитов и гемоглобина производительность наша она улучшается потому что у нас появляются новые капилляры у нас увеличивается объем крови у нас снижается пульс все это положительно влияет на результат гипобарическая гипоксическая тренировка она в основном используется с помощью специальных барокамер то есть это создать создание низкого атмосферного давления это более агрессивная история но она специализируется в основном у спортсменов или альпинистов кто готовится к восхождению в горы кто готовится не просто к восхождению может быть это соревнования sky running как вот red fox эльбрус рейс забег на вершину эльбруса это высокогория это 5600 соответственно нам нужна акклиматизация чем лучше акклиматизирована тем легче забегать на высоту соответственно здесь предварительно можно также с использованием барокамер к этому готовится это лучший вариант для истории на высоте вот но это более агрессивный более агрессивный это обязательно под присмотром это обязательно с разрешения докторов врачей да и к тренировочным процессу это никакого отношения практически не имеет потому что это как правило палатка или или бочка в которой в покое создается сниженное давление и снижается кислород с помощью гипоксикаторов и химических реакций скажем так вот здесь соответственно мы просто в покое сидим и находимся в этой среде альпинисты проводят в этой среде по несколько дней иногда недель для того чтобы забраться на вершину эвереста например вот дальше это цель использования как я уже говорил это улучшение адаптации к отсутствию кислорода в барокамере это происходит чуть быстрее и с помощью барокамеры проводят все различные экспериментальные исследования тоже связаны с гипоксией отличия какие норма барическая то есть с помощью гипоксикаторов создается гипобарическая это барокамера то есть окружающая среда разная атмосферное давление здесь нормальная в барокамере снижены используют медицина спорт барокамеру исследования дополнительно да и также в спорте можно использовать воздействие на организм вот тут наверное основное в различиях гипобарической и норма барическая это то что норма барическая она намного плавнее воздействует на организм то есть можно даже не будучи спортсменом на начальном этапе начинать пользоваться такой тренировкой для того чтобы повысить свою выносливость и улучшить состояние организма далее минимальные риски у норма барический так как все таки это все плавно это регулируемо это можно даже использовать как бы и лежа и спать и дома и самостоятельно и так далее вот и соответственно какой еще момент положительный с помощью гипоксикаторов мы можем регулярно проводить тренировочный процесс то есть не отрываясь во первых от работы не уезжая в горы экономим деньги и соответственно это можно прямо непрерывно делать либо блоками либо поддерживающим режиме там раз в неделю два раза в неделю чтобы удержать гемоглобин на нужном уровне гипобарическая она все-таки именно требует постоянного присмотра постоянного присмотра и это делается гораздо реже до медицинским сотрудниками да мы вы к противопоказаниям еще вернемся чуть далее вот как раз они практически вот если мы говорим про противопоказания естественно как и физической нагрузки да иногда допускают спортсменов к выступлению на соревнованиях иногда нет зависит от того насколько если какие-то заболевания хронические приобретенные там и так далее то есть здесь вот например к противопоказаниям относится это заболевание сердца сосудов респираторные заболевания гипертония сердечная недостаточность и хронические заболевания острые формы вот значит в норма барической с использованием гипоксикатора мы можем тренироваться с разрешением врача аккуратно то есть противопоказаний практически нет просто нужно быть осторожным и наблюдаться у врача и при этом некоторые тренировки некоторые заболевания такая тренировка может послужить для профилактики да если эту историю начать просто гуглить такая терапия гипокситерапия называют она используется для реабилитации после к вида после каких-то заболеваний гриппом урви и так далее вот мы сейчас не говорим о том что мы там предлагаем лечиться с помощью гипоксикатора мы сейчас говорим больше о тренировках о об оздоровлении то есть мы здоровые люди соответственно мы подготавливаем свой организм для того чтобы легче перенести воздействие гипокси воздействие сниженного содержания кислорода на наш организм в любой деятельности пусть это восхождение в гору пусть это спорт либо мы хотим повысить результативность и так далее то есть в гипобарической тренировке любой из этих заболеваний противопоказано то есть ни в коем случае нельзя с такими заболеваниями идти в барокамеру и делать такую тренировку то есть это основное различие между воздействием с помощью гипоксикатора и барокамеры далее где проводят тренировки ну на примере нашего центра на черной речке пять минут езды отсюда можно можно прийти потренироваться от 500 метров до шести с половиной тысяч метров над уровнем моря можно потренироваться на кардио тренажерах можно потренироваться собственным весом то что кардио тренажеры под собой подразумевают это вот так вот такого рода велосипеды велотренажеры в котором мы крутим и соответственно дышим разреженным воздухом это беговая дорожка это грибной тренажер если мы говорим о спорте высших достижений можно даже использовать свое какое-то оборудование на примере грибцов соломистов которые приходили тренироваться к нам они привезли свой тренажер специальный байдарошный сидели и гребли делали специфику своего вида спорта в этих условиях тем самым работали с той группой мышц которая необходима им для достижения результата вот так же зона уфп и так и триатлонная еще история то есть если кто-то занимается триатлоном например тоже можно свой велосипед привести и тренироваться на своем оборудовании чтобы получать еще максимально максимальный комфорт откуда родилась история идея вот этого создания мы будучи триатлетами тренируемся у андрея ляцкого в его команде собрали группу единомышленников чтобы пойти на эльбрус прошлом летом в июне месяце мы все запланировали значит поехали все спортсмены все практически мастера спорта бегаем железные дистанции полу марафоны и так далее все заряжены думаем сейчас забежим на эльбрус по быстренькому спустимся получим удовольствие гешталь закроем и вернемся приехали на гору акклиматизации было три дня наверное на третий день мы пошли наверх сместилось погода окно поэтому пришлось пойти раньше да мы значит все зафорсировали пошли на вершину на третий день естественно мы все спорте мы значит идем мы туда зайдем и мы все зашли я сразу расскажу все зашли но все поняли насколько это тяжело и насколько неважно какой-то спортсмен как-то физически готов адаптация к высокогорию и отсутствие кислорода акклиматизация это совершенно другая история и к ней нужно готовиться совершенно по-другому вернемся к идее создания центра я так как я в прошлом тренер сборной россии по грибному славому работал с плюс профессиональный спортсмен чемпионат мира ездили чемпионаты европы то есть ребята там выигрывали вот у меня такое оборудование было я использовал как на себе так и на ребятах то есть чтобы повысить результативность и соответственно я видел прирост показателей сам тренировался в этом и так получилось что я готовился какому-то старту приобрелся такой аппарат дышал и потом все срослось что мы пошли на эльбрус то есть я перед эльбрусом еще один комплекс тренировок сделал и из всех ребят от всей нашей тусовки мне надо было легче всего то есть у меня не было квадратной головы вот такой вот как по отзывам у шестерых остальных ребят которые просто не спать не могли не есть не могли ничего не могли любая ступенька это удар по голове вот и мы естественно мы видим что эта история коммерческая что люди действительно приезжают с диванов быстренько гештальт закрыть зайти на эльбрус насмотрелись видео на ю тубе до пошли и какая-то часть людей реально не доходят то есть не доходят кому-то становится плохо наверняка слышали про всякие летальные исходы которые происходят на на горах соответственно мы спустились и решили эту историю сделать более обширной более доступной то есть изменить немножко культуру тренировочного процесса для горы для восхождения на гору потому что зайдя на любой сайт который рекомендует в качестве подготовки перед восхождением на эльбрус например или на казбек бегать делать о фп это все правильно но вот на своем опыте мы поняли что физической подготовки недостаточно от слова совсем то есть мы действительно были готовы по по физике и возвращаясь опять про идею создания все сейчас мир современный все торопятся все занятые дела бизнес работа и выделить вот две недели на акклиматизацию что потом еще неделю заходить то есть это три недели не каждый может себе позволить и вот как мы заметили что по себе семь дней тур на третий день мы уже заходим то есть естественно никакой акклиматизации никакой предварительной подготовки не было вот и мы эту историю начинаем развивать для того чтобы как раз в условиях домашней обстановке да то есть в условиях работы учебы там своих дел вы могли еще дополнительно там потратив три раза в неделю по часу по полтора такой подготовки чуть-чуть себя чуть-чуть себя облегчить вот эту историю при восхождении ну вот то есть будучи дома тренируетесь получаете эффект вот эти вот адаптационные сдвиги то есть опять же были проведены исследования сначала там вот двадцатого века эта история действительно повышает гемоглобин повышает вот этот вот адаптационный ответ вот то есть идея родилась там на эльбрусе далее мы ее сделали реализовали в центре горной подготовки и предлагаем как бы для для всех скажем так не только для элиты не только для космонавтов не только для исследователей делаем его общедоступны и стараемся внедрить вот эту культуру подготовки как просто физическая подготовка к восхождению в плане побегать там три раза в неделю в зал сходить ноги по ступенькам по заходить но еще дополнительно прокачать свою кровь то есть это основная история потому что она дальше помогает при восхождении едем дальше что мы разработали курс тренировок то есть он рассчитан нас примерно на месяц что он себя включает то есть первое естественно это знакомство да и мы приходим знакомство что я имею ввиду не лично мы с вами а знакомство вашего организма с вот этой средой гипоксической то есть курс примерно от 10 до 20 тренировок зависимости от того какие у вас есть возможности сколько дней в неделю вы готовы потренироваться что важно в таком курсе тренировок то что все это происходит очень плавно то есть нету такого что мы закидываем на сильную высоту у нас падает сатурация квадратная голова горная болезнь все это постепенно нас с помощью вот такого оборудования знаете наверняка все что это такое да пульсоксиметр пульсоксиметр он измеряет содержание кислорода в крови вот с помощью этого аппаратика он есть любой аптеке после к вида о нем знают есть только ленивый не знает что это такое или кто не болел вот все его используют и все следят за кислородом своей крови соответственно с помощью него мы выходим в диапазон по содержанию кислорода чтобы он был максимально мягким но в то же время чтобы он начинал сдвигать чтобы он он давал минимальный стресс потому что для прогресса нам необходим стресс без стресса не будет его то есть это в спорте это в любой деятельности вот с помощью этого мы отслеживаем чтобы сильно сатурация не падала потому что если сильно сатурация падает и кислорода мало то это уже агрессивное воздействие на организм на клетки мозга могут быть последствия необратимы поэтому очень важно за этим следить задача каждой тренировки к я уже говорил дать вот этот вот стресс в среднем тренировка 60 минут плюс минус она интервальная то есть это не говорит о том что мы все 60 минут находимся в гипоксии мы можем различными способами по 5 минут по 20 минут по 15 минут с перерывами воздействовать разной высотой для того чтобы опять организм не привыкал к одному и тому же то есть минимум маленькими дозами стресса мы запускаем вот эти вот механизмы этапы курса тренировок первое то есть естественно эта подготовка когда вы приходите к нам на тренировку первое что мы спрашиваем чем вы занимаетесь какой вы ведете образ жизни как давно вы проходили медосмотр если у вас какие-то противопоказания к спорту какие-то болезни и так далее то есть это анкетирование какое-то это справки это анализы по крови чтобы не было противопоказания именно по гемоглобину по ретроцитам по ферритину да 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 это как один из индикаторов как срез да как можно сделать есть прогресс нет прогресса и что что ожидать и что может быть добавить или какую-то тренировку может быть сделать более агрессивно вот следующее это мы анализируем все это разрабатываем программу по которой мы выстраиваем тренировочный процесс то есть мы после этого после тестирования после понимания какие к гемоглобин после общения с вами по ним понимание где вы были ходили ли вы в горы занимались и спортом то есть все это связано с нашим ответом на гипоксию то есть на то как организм реагирует потому что кто-то генетически предрасположен к борьбе с гипоксией и он более устойчив вот спортсмены тоже достаточно устойчивы гипоксии потому что каждый день они тренируются загоняя себя в условия низкого содержания кислорода в крови то есть на задержке дыхания какие-то ускорения когда кислородом меньше поступает кровь это тоже своего рода гипоксия соответственно индекс гипоксической устойчивости есть такой термин он у спортсменов и тех кто ходит в горы гораздо выше что такое индекс гипоксической устойчивости то есть это время снижения сатурации от нормы до 80 процентов и потом восстановление обратно то есть одно делится на другое получается цифра и у восходителя например эта цифра очень большая пятна 15 и выше то есть этот это коэффициент вот те кто никогда не сталкивался с гипоксией и не предрасположены к борьбе с гипоксией скажем так может достигать и единицы а может быть даже отрицательной истории когда мы опускаемся долго а восстанавливаемся еще дольше до нормы то есть настолько кислорода не хватает организму что он еще и после того как мы сняли маску и далее нормальное содержание кислорода он все равно не может насытиться не может восстановить сатурацию далее непосредственно сами тренировки в гипоксии они включают себя тренировки на велотренажерах на беговой дорожке ходьба гребля о фп работа в собственными весами с легкими весами митболы трэкс подтягивание вот все что можно делать с точки зрения физических упражнений до единственное что дополнение это на лице вот это вот вот эта маска одета до в таком вот половому все это крепится с помощью резинки она регулируется то есть маски разного размера зависит от лица девушки обычно поменьше мужчины побольше соответственно если что если мы видим что что-то происходит организм начинает уставать от воздействия гипоксии мы немножко снижаем повышаем кислород для того чтобы выйти опять в тот диапазон в котором мы должны работать для того чтобы это было мягко и не не негативно далее так после того как мы оттренировались прошли этот курс мы можем сделать повторное тестирование сдать повторно кровь мы понимаем что произошло и соответственно сделаем выводы как раз возвращаясь к корректировки программы и к второму этапу разработка индивидуальной программы то есть все зависит от того чем вы занимаетесь и к чему вы готовитесь то есть если мы говорим про спорт высших достижений спортсмены как правило есть целевой старт и к нему готовятся соответственно если раньше этому уезжали в горы тренировались там три недели возвращались примерно у как у всех по-разному от 5 до 14 дней идет восстановление то есть это специально рассчитывается естественно перед этим спортсмены ездят тренируются то есть это не первый их сбор то есть они ездят они тестируют на какой день максимальный пик после возвращения с гор с высокогория со среднегория и высчитывать себе вот этот вот промежуток в который они должны вернуться чтобы на старте они были максимально готовы и были на пике вот соответственно если это мы говорим про спорт про спорт высших достижений если мы говорим про восхождение то здесь наверное не столь важно вот это рассчитать чтобы было там 10 дней отдыха можно прямо непосредственно перед отъездом пройти курс и сразу поехать потому что мы предварительно акклиматизирован то есть нам идти в горы нам не нужно показывать супер результаты наша задача чтобы нам просто было там неплохо на чтобы мы были по акклиматизации более подготовлены и наша кровь была более насыщена кислородом кто хочет записаться на гиппактическую тренировку телефончик адрес можете в конце оставить свои контакты ну что ребят мы перебрались в наш центр покажем сейчас как проходит тренировочный процесс что мы делаем куда смотрим что записываем сейчас мы тренируемся на беговой дорожке от тренировок интервала на 5 минут мы работаем маски 5 минут без маски вот сейчас заканчивается интервал мы вышли на статуацию 84 как раз нашу целевая то есть 86-84 и сегодняшняя тренировка 5 минут дышишь смотрим за сколько восстанавливаешься по времени обычно занимает тренировок на беговой дорожке в качестве кардио можно использовать и другие тренажеры которые представлены у нас в студии например такие тренажеры как велосипедный тренажер и грибной тренажер для тех кому не нужна физическая активность или есть какие-то ограничения мы также предлагаем делать гипоксическую тренировку в покое для получения активности таким образом мы решили наглядно продемонстрировать как проходят гипоксические тренировки у нас в центре и так сегодня мы кратко поговорили о том что такое гипоксические тренировки и кому они могут быть полезны в заключении хочется сказать занимайтесь спортом ведите здоровый образ жизни ходите в горы для тех кто едет на соревнования RedFox или Bruce Race до встречи на старте в следующем году в следующем году Продолжение следует...